Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас заказ Фоберлик по 17 каталогу. Вот такая коробочка счастья, много новинок, много классных товаров, новогодних. Давайте скорее приступать к распаковке. Еще, девчонки, мне мой наставник подарил вот такой подарок, ну то есть на выбор. Я выбрала салфетки вот эти, потому что никогда их не брала, захотелось потестить. Вместе с вами потестируем. Артикул 115.50, акция на пункте выдачи за заказ. На определенную сумму идут подарочки. Вот, у нас молодцы устраивают акции сейчас перед Новым годом, это очень приятно. Так, открываем с вами коробку. Ой, какой-то в этот раз скотч прям такой плотный, несколько. По-моему, до этого приходил обычным скотчем заклеен, а тут прям... Слушайте, вообще, добротно с маркировкой Фоберлик этот скотч и он очень такой, слушайте, толстый. Ох, не сразу прям откроешь даже. Так, все, вскрыла. Вот как приходят заказики. Некоторые вещи здесь у нас в пакетиках. Это у нас чек. И давайте начинать. Поругать хочу немножко Фоберлик. У меня в этом периоде будет еще один заказ, а все почему. Вот этот самый крупный, самый большой, с самым большим количеством новинок. Разбила на две части, потому что я выполнила условия для получения палетки, так же, как и мои новички, за 1 рубль, да, палетки теней. Но ее почему-то в первый день не было. Написала в обратную связь. Они ответили мне быстро, через несколько часов, молодцы. Сказали, что еще не обновился сайт по итогам 16-го периода, да. И вот эта акция пока недоступна, но в ближайшее время она будет работать. В итоге пришлось отправить заказ, естественно, без этой палетки, основную часть, да. Потому что всегда в среду для вас снимаю обзор новиночек. Это уже правило. Я должна обязательно сделать заказ в первый день действия каталога. С утра в понедельник. В среду я его уже получаю и вам отснимаю, чтобы вы побыстрее увидели новинки и тоже делали свои заказы, да. Вот, во вторник уже палетка была доступна. Она падала за 1 рубль автоматически в корзину. И поэтому скоро будет еще один заказ, девчонки, тоже с новинками, тоже интересный, но немножечко попозже. Так, давайте пока приступать. Здесь у меня пакетики. Я заказывала вот такие маленькие пакетики для девчонок, которые у меня что-то заказывали. Такие маленькие, милые, симпатичные. В отдельном пакетике у нас с вами чай. Травяной сбор. Я заказала по знакомой на работе. Я себе тоже такой брала. Он действительно работает, действительно помогает очищению кишечника. Это травяной сбор, чистота и легкость в теле. Вот так он выглядит, девчонки. Артикул его. Где найти? Вот он. 151,14. Две вот таких вот упаковочки. У меня заказала знакомая. Потому что сейчас все-таки холодное время года, движения мало. И иногда кишечник дает сбои. Работа его. Так, давайте самое интересное, что мне хотелось прямо распаковать. Это у нас символ года. Новинка. Вот такой бычок. Смотрите, какой он большой. Он прям здоровый. Так, артикул его. Это стопроцентный полиэстер. Размер 20 на 30 сантиметров. Сделано в Китае. Дата изготовления сентября 2020. Срок службы не ограничен. Гарантийный срок 6 месяцев. Если в течение 6 месяцев что-то у вас с ним случится, можно вернуть. Артикул 910,119. Год быка – это мой год. Поэтому хотелось по максимуму набрать себе вот этих всяких тематических аксессуаров, игрушек. В прошлом году, кстати, я тоже брала символ года мышку. Очень классная мышка. Вообще такая суперская. Мне безумно она нравилась. Она у нас под елкой стояла. Теперь у нас под елкой стоять будет вот этот бычок. Смотрите, какой симпатичный, милый. И написано у нас Love Le Moments Faberlic. Да? Класс. Сзади вот такой вот хвостик. Здесь у него как бы шерстка такая. Сейчас я вам покажу его поближе. У моего девчонки как выглядит бычок. Вот такая милашность. Мягенький, очень мягенький. Классный. И размер такой у него прям большой. Вот сзади. Вот так вот спинка, конечно, но тут в одном месте, видите, не очень ровно пошито. Завершающий, наверное, стежок был здесь, да? Ну, это классно. Символ года. Вот такой вот рядом с Дедом Морозом под елку или даже без Деда Мороза. Ну, классный, классный бычок. Очень мягкий, плотно набитый. Причем при всем при этом он может даже служить как подушка. Такой вот очень плотно набитый. И размер большой, очень симпатичный. Так, поехали дальше по новиночкам. Давайте с вами, что под руку попалось. Акваспрей. Новый акваспрей у нас освежитель. Причем он не водный освежитель, как те у нас назывались, да? Акваспрей теперь написано. Утренняя свежесть. Освежитель воздуха. Защита от запаха животных. Вот его мне очень хотелось потестировать. Потому что у нас два кота. Освежает, придает легкий нежный аромат, увлажняет воздух. Эффективно устраняет специфические запахи домашних животных. Это новинка. Артикул 303.25. Давайте с вами потестируем по аромату. Освежители водные, безопасные для детей, для животных. И от детей есть вот такая заглушка. То есть чпок. Все, не нажмете. Достаточно такая крепкая. Мне кажется, здесь есть какой-то отголосок. Кондиционер с органой. Кому нравится этот кондиционер, понравится вот этот освежитель. Он, кстати, тоже такой вот в золотом, да, коричневом формате. Приятная душка. Не навязчивая, не сильно бьет в нос. И похож вот действительно на кондиционер для белья с органой. Чем-то мне напоминает. Так, поехали дальше. Что взяла себе по программе Фаберлик Лайк? На этот раз решила взять колготки. Вы мне писали, девчонки, что тоже брали колготки. Да, действительно, это достаточно выгодно. Брать теплые зимние колготки по этой программе. Со скидкой 70%. Теплые, комфортные колготки с шерстью. Это хлопковые колготки с шерстью. Я выбрала именно такие пока. А 150 дэн с классической посадкой. Плоские швы, укрепленный мысок. Плотно облегает ногу. Идеально подходит на осенне-зимнее время. Так, у меня размер, по-моему, эксель, если я не ошибаюсь. Артикул, девчонки, колготок. Сейчас мы с вами найдем. Артикул 820-407. 120 дэн, не 150, 120 дэн, девчонки, я взяла вот. Теплые колготки с шерстью. Давайте посмотрим. Они такого темно-серого цвета. Практически черные. Метка какая-то прилипла. Вот как они выглядят. Резинка вверху какая. Достаточно такая высокая, плотная. Сзади две полоски спереди. Так, мысок. Мысок. Сейчас мы до него доберемся. Написано, что вроде уплотненный. Да, он действительно уплотненный. Тут видно даже... Сейчас поближе вам покажу качество. Тянутся хорошо. Видите, немножечко просвечивает. 120 дэн, но нормально. Я теплее не хотела, потому что просто в колготках я не хожу. А эти взяла именно пододевать под штаны, чтобы не мерзнуть. У нас уже холодно. Сейчас покажу вам их поближе. Вот смотрите, девчонки, качество, как они выглядят поближе. Вот какая здесь резинка, как она обработана. Да, вот какие они внутри. Здесь у нас есть шерсть в составе. Так. Вот немножко уплотненный носочек, да? С двух сторон. Вот так вот, как-то, не знаю, отделен, прострочен, как это сказать. Вот такое качество. Так, и где у нас упаковка? Чтобы посмотреть, какой здесь процент шерсти. Так, производитель. 7% шерсти, 80 хлопок, 13 эластан. Очень хороший состав. Ну что, колготочки будем носить. Класс, супер, замечательно. Так, поехали дальше. Новиночка. Еще одна девчонки взяла себе, не устояла. Вот такой вот набор форм для печенья, потому что, ну, их здесь так много. И здесь есть большие. Поэтому поняла, что вот мне это надо. Артикул 910-088, материал полипропилен, китай, срок службы 12 месяцев, размер 23 сантиметра. Это, наверное, самый большой диаметр. Давайте с вами вскроем и посмотрим на качество. Цена небольшая, поэтому за такой набор, почему бы нет. Здесь пластиковая крышка, зеленая, Faberlic Home. Запах есть слегка специфический, пластика. Я думаю, он быстро выветрится. Уже начинает выветриться, да, практически не чувствую. Долго была закрыта, наверное, крышкой. И поэтому такой запах. Так, и здесь у нас вот такая вот огромная форма. Вообще, я не знаю, для чего ее применять. И, ну, это навряд ли жаропрочные такие вещи, поэтому в духовку точно нельзя, не знаю, вот вырезать огромные такие круги, может и пригодиться. Вот такая вот огромная. Надо посмотреть какой-нибудь кулинарный канал, где такие формы применяют. Вот такая. Ну, и вот эти все малышки. Много-много сердечка одно в другое. Ну, немного два, одно в другое вставлено. Они высокие, кстати, видите, какие. С одной стороны каемочка, а с другой стороны они прям острые, девчонки. Вырезать, мне кажется, ими будет удобно. Так, вот такой кружочек. Вот такая вот формочка красивая. Еще один кружочек, поменьше получается. Квадратик. Поменьше квадратик. Фигурная печенюшка. Человечек. У меня похожие формочки есть в наборе для лепки. Мишка. Вот такой вот мишка, тоже высокий. Так, и здесь на дне у нас, получается, вот эти все формочки, они нарисованы. То есть, как нам нужно складывать их обратно. Здесь очень уже мягкий пластик сама упаковка. Видите, как гнется. Ну, классно. Что-нибудь обязательно замочим с этими формами. Может быть, с вами вместе во влоге в каком-нибудь. И попробуем приготовить печенюшки. Собрала, обратно запаковала. Слушайте, это можно еще использовать как пазл для ребенка. Поставь формочку на место. Ну, здорово. Так, что крышка не закрывается у нас? А, все, закрылось. Так, поехали дальше. Дальше у меня знакомая заказала краску 305. Все время берет себе ее Фоберлик и красится только ей. Это темный каштан шоколадный. Фоберлик Эксперт Колор. Мне в темных оттенках именно эта краска нравится в оттенке 4.1. Это холодный темный оттенок, очень красивый. Вообще краска крайне стойкая, но агрессивная, ядреная такая. Особенно пепельные оттенки мне там нравились, когда была блондинкой. Так, дальше поехали. Заказала себе новиночку по купону. Было купонов, девчонки, много. И самый выгодный из них был скидка 70%, по-моему, на средства для лица, если я не ошибаюсь. По-моему, даже по нему я взяла вот этот Софнер. Новинку в серии Биоглоу. Софнер, да. 100 с небольшим рублей он не обошелся с такой скидкой. Артикул его 1307. Мы с вами обязательно потестируем в следующих видео этот продукт. Бутылочка, кстати, непрозрачная. Она полностью оранжевая и наклейка здесь. Давайте по аромату попробуем пока. Ой, апельсинками пахнет. Апельсинками и мандаринками. Ой, мандарином. Свежий мандариновый аромат. Причем настолько натуральный, что кажется, там лежит только мандарина. Ой, какой вкусный. Прям вот зимний продукт. Кстати, такая белесая консистенция, густая. Сейчас попробуем с вами на руке хотя бы для начала. Выдавливайся. О, плюется, смотрите, девчонки. А сейчас распылился. Первый раз прям плюнулся. Ой, запах вообще обалденный. Это достаточно густая, вязкая такая консистенция и полупрозрачная. По тактильным ощущениям похож на сыворотку, на корейскую для лица. Мне кажется, здесь должны быть силикончики, благодаря которым у нас и будет выравниваться рельеф кожи. Класс. Улучшает цвет лица, придает сияние. Да, ну по типу корейских сывороток сияние такое будет. Сейчас посмотрим, когда впитается. Антиоксидантная защита, самовосстановление кожи, стимулирует синтез коллагена, выравнивает микрорельеф кожи, уменьшает морщинки. Скорее всего, силикончики будут заполнять морщинки и она будет казаться ровной. Попробую, потому что из этой серии я брала маску ночную желе, мне не понравилось, мне кожа утяжеляла. Надеюсь, что этот продукт не будет ее утяжелять. Вот, начинает впитываться уже. И ручка такая гладенькая, как будто, правда, вот каким-то силиконистым средством по ней прошлись. И действительно, по сравнению с другой, она прям гладенькая и ровная. Не очень видно вам будет это на камеру, но я вижу. Будем тестировать с вами на лице. Продукт интересный. А запах мандаринок вообще шикарный. Так, дальше. У меня знакомая заказала аромат Pondor. Взяла по купону. У меня был 55% купон на парфюмерию. Я решила их все-таки все потратить. Почему бы нет? Artricul 3169 приходит в слюде. Ничего не могу сказать вам по этому аромату, потому что мало с какими ароматами девчонки Фаберлик. Я дружу, вы это знаете. Так, и она же заказала крем для стоп-гладки пяточки и размягчающий крем-компресс для ног. Бальзам гладки пяточки посоветовала я ей. Артикул его 1661. Девчонки, он великолепный. Я его использую и как ночной крем. И обязательно после душа, после ванночек для ног вот этот вот крем на стопни. И все просто идеально. Здесь 30% глицерин. Обязательно попробуйте. Так, и размягчающий крем-компресс. Вот его я не брала никогда. Articul 1696. Вот так он выглядит. Она сказала, что вот тоже... А, здесь уже 30% мочевины в составе. Что вот это вот средство вообще великолепно. Она его давно-давно уже берет. И в диком восторге. Я не брала, не пробовала. Так, девчонки, что тут у меня еще интересное? Звезда. Звезда. Я взяла золотую звезду. Faberlic Home. Articul 910-087. На елку хочу прилепить, когда будем наряжать. Декоративное украшение. Звезда золотая. Так, размер 50 сантиметров. Материал бумага. Из бумаги сделан. Цвет золотистый. Произведено в Китае. Сейчас с вами откроем и посмотрим. Вот так она выглядит. Ну, это как картон, да. Не сильно плотно, кстати. Смотрите. Я хочу на елочку. У меня игрушки все в золотом. Весь как бликует здорово. Игрушки все в золотом и красном цвете на елке. Я хочу вот эту звезду прилепить наверх. Надеюсь, что получится. Здесь ее... Я смотрела уже обзоры у випов. Нужно как-то расправлять. Расправлять, расправлять. И постараться не порвать. Так вот тут что у нас. Да, вот так. Вот так. И теперь за вот эти веревочки мы с вами должны ее стянуть. Ага. И соединить. Вот так. Ой, ну не в эту же сторону. Я не в эту сторону тебе хотела соединить. Как-то не очень удобно одной. Хорошо бы, если кто-нибудь подержал. Давай распрямляйся. Вот все получилось. Затягиваем, затягиваем. Затянули. Так. И вот такая звезда у нас получается. Как-то эту веревочку надо будет спрятать, да? Ну, смотрите, насколько плотная бумага. Видите, не очень такая. Так что тут у нас помялась. Но все вроде расправляется. Нигде никаких заломов нет. А так вот, она не очень плотная. Такой картон средней плотности. Красивая, красивая, большая. В интерьере будет смотреться, мне кажется, вообще здоровско. Белые, золотые. Классно. Так, поехали дальше. Бомбочки. Говорила вам, что буду брать бомбочки. Не смогла устоять. Тем более обзоры тоже у випов были. Говорили, что они масляные. И кожа после них мягенькая. Чем же мне так сильно пахнет? Био-глов. Прям до сих пор запах витает в воздухе. А нет, это бомбочки, девчонки. Этот бомбочек. Причем от синий пахнет через полиэтилен прям очень ярко. Синий, тут у нас бурлящий шар для ванны. Зимний вечер. Артикул 26-23. Что у нас тут в составе, девчонки? Так мелко написано. Изготовитель натур-косметик. Санкт-Петербург. Так. Морская соль, масло оливы, соевое масло, экстракт фукуса, экстракт ламинарии, экстракт конского каштана. Составу бомба вообще просто. Так классно пахнет. Вроде свеженький аромат и какой-то интересный. И как-то в травке чуть-чуть что ли уходит. Прям ярко выраженный такой прям насыщенный. А розовый я уже не почувствую после голубого. Правда. Сейчас посмотрим артикулы состав. Бычок, кстати, нарисован. На подарки вот так классно. Я сейчас запробую. Если мне понравится, во втором заказе возьму себе еще много. 26-24 артикул. Здесь у нас морская соль, масло сладкого миндаля, соевое масло, экстракт апельсина, эфирное масло апельсина. Должен пахнуть апельсином и миндалем. Я не чувствую. Сейчас немножечко надорву упаковку. Ну да, какой-то такой смешанный запах. Не сказать, что я чувствую миндаль. Какой-то тоже свеженький аромат. Вот апельсинки сейчас начинаю чувствовать, да. Апельсинки чувствуются. Ага, эфирное масло апельсина чувствую, миндаль не чувствую, девчонки. Так. А вот этот менее выраженный аромат, я бы сказала, больше деликатный. Вот этот прям бомбит. Вся комната уже пахнет этим голубым шариком. Будем с вами все пробовать, обязательно тестировать. Вместе посмотрим, как эти средства работают. Так, по какой-то еще программе, по какому-то еще купону, точнее, я взяла себе дезодорант Ланселот. Артикул 0539. Ну, чтобы потратить купоны и взять подешевле. Ланселот, мне нравятся ароматы, мне нравится, как они работают. Классный аромат. Поэтому, почему бы да. Так, дальше. Новинка. Средства для мытья посуды. Биогель. У нас от Гринли теперь вышли. Я взяла натуральный цитрусовый микс. Формула антиналет. Смотрите, как здорово. Артикул 108.93. Так. Сияющая частота, которую слышно. Потестируем, девчонки, обязательно потестируем с вами. Ой, пахнет цитрусами классно. Свеженький такой аромат. Больше чувствую апельсинку-мандаринку. Очень вкусненький. Здорово пахнет. По густоте. Вы знаете, гуще, чем средства для мытья посуды с яблоком. Но не сказать, что прям совсем густое. Если и разбавлять его, то точно не один к трем, как мы, да, предыдущую версию разбавляли. И не пополам, а совсем немножко водой. Такой жиденькой. Но мы с вами будем тестировать. Я вам покажу обязательно консистенцию. Сейчас камера все равно не передаст. Крышечка вот такая. Интересно подходит наши крышечки с помпой, с дозатором на эту бутылку Гринга. Надо будет заказать, кстати, и проверить. Запах классный. Будем тестировать. Посмотрим, как он справляется с эфирными маслами. Да, кстати, вот здесь одушка не именно химозных цитрусовых, а именно масел эфирных. Классно. Это здорово на самом деле. Биоформула концентрированный. Попробуем. Так, дальше, девчонки, новинку взяла помаду. Новая помада Вельвет Кис из Глэм Тим линейки. Артикул 405-76. Сейчас я найду эту помаду и скажу вам, как называется цвет. Так, они тут не пишут тоже. Не пишут. В общем, по артикулу это какой-то что-то типа кораллового, девчонки. 405-76. Или мы сейчас с вами в каталоге найдем, чего мучиться-то, и заодно сравним. Это, девчонки, медово-персиковый оттенок. Вот такой. Мне кажется, должен освежать, должен быть красивым. Сейчас посмотрим. Заодно пригодятся салфетки универсальные, чтобы стереть помаду со своей губ. И потестируем с вами эту помадку. У нас в каталоге она показана почему-то как будто глянцевый финиш. Смотрите, какие салфетки крупные. Пахнут классно. Навряд ли им, конечно, можно помаду стирать, но ладно. Я думаю, ничего не случится. В каталоге у нас эта помада показана как глянцевая почему-то на картинках. Но я думаю, что она будет, она и есть полуматовая, будет как губная помада овация. Я так думаю, овацию у нас сняли и вместо овации линейки Glam Team выпустили аналог. Разукрасили стик сердечками. Сейчас посмотрим с вами. Ну все. Вот такой вот тюбик, да, тюбик-тюбик, флакончик, скошенный немножечко. Фаберлик написано. И он такой более матовый, а сам низ, видите, глянцевый. Светленькая помадка. Ой, как здорово губки выбиты. Я вам сейчас покажу поближе. Камера выбеляет. Камера выбеляет. Я вам покажу обязательно свотчу все при естественном освещении. Прям совсем выбеляет. Она немножко темнее на самом деле. Вот как выглядит сам стик. Очень красивый. Губки получаются вот эти вот как выбиты. И вот свотч. Финиш полуматовый. Практически бы я сказала даже матовый. Такой освежающий с персиковым подтоном, девчонки. Вот так лучше видно, да? Вот так видно лучше. Я сейчас при искусственном освещении, но еще обязательно сейчас сделаю при естественном. Ну и тестируем на губах. Не выбеляет губы, девчонки. Зеркало не взяла с собой. Выбеляет губы. А в каталоге он как-то не такой бледный. Практически слился с кожей, да? Нужно с чем-то миксовать. Бледноват, совсем бледноват. Если сравнивать с каталогом, в каталоге он как-то больше персика там. Медово-персиковый он должен быть как-то понасыщеннее. Очень бледные, девчонки. Даже на руке как-то свочу поярче, чем получилось на губах. Сейчас нарисую здесь. Да, побледнее, чем в каталоге. Надо было брать что-то типа розового нюда. Ну, ничего. С чем-нибудь будем миксовать. Вот смотрите, вот каталог бликует весь. Вот губки в каталоге, да? И тут. Бледная-бледная помада. Но ничего, найдем и ей применение. Я иногда и такие люблю носить. Можно с чем-то миксануть. По текстуре. Текстура губы не липкие. Текстура приятная. Похож действительно на полуматовую губную помаду овацию. Колпачок, кстати, магнитный. Похож по текстуре на овацию, на мою любимую. Очень комфортное нанесение. Бархатные комфортные губки. Все замечательно. Я думаю, она будет средней стойкостью. Но, девчонки, кто брал овацию, мне кажется, это то же самое, если честно. Абсолютно то же самое. Вот вы видите матовый финиш. Даже не полуматовый, а практически матовый, да? Такой вот финиш. Покажу вам потом при естественном освещении еще, как все это смотрится. А пока давайте продолжим. Ну вот, а при естественном освещении, девчонки, не так сильно выбеляет, как на камеру. Сейчас вам свотч еще покажу. И вот как выглядит свотч при естественном освещении. Ну, красивый, красивый оттеночек, такой носибельный очень. Мне нравится. Ньют такой, ньют слегка освежающий. Что же у меня еще есть здесь интересненького? Не могла, конечно, не взять магнитик. И обязательно еще наберу каких-нибудь тематических новинок, девчонки, потому что я вам уже говорила, год мой. Артикул 910, 102, бычок, 8 на 5,5 на 0,3 сантиметра, мейденчина, материал ПВХ. Открываем. Брала себе. Я еще потом наберу, возможно, в следующем каталоге еще есть время подготовиться к Новому году на подарки. Ловли Моменс. Ну, это практически, да, полная копия, только немножко потемнее вот этой игрушки. Куда-то ухо завернулось. Вот, да, такой же. Белые ножки, ручки. Достаточно толстенький, плотненький. Прилепим на холодильник. Пусть будет. Тут уже написан, правда, год. На бычке на самом не написано, тут написано год 2021. Вот такой, девчонки, магнитик. Так, дальше у меня в заказе два дезодоранта парфюмерных, вот таких у меня на работе. Знакомые очень любят и всегда ими пользуются. Не антипреспирантами, да, а вот такими. Каори 3512 и Бьюти Кафе 3501. Так, из гелей для душа новогодних я взяла, девчонки, мандариновый микс. Мне захотелось именно его. Гели для душа жутко густые, практически не перекатывается в них в баночке жидкость. Артикул 2618, здесь 200 миллилитров. Мне вообще прошлогодняя коллекция не понравилась. Я там ожидала с ароматом елки, запах елки, не нашла его, расстроилась. Вообще мне не очень нравятся вот такие гели по типу а-ля Бьюти Кафе Фаберлик. На самом деле ботаника даже больше нравится, если честно. Слушайте, ну ничего. Действительно мандаринками пахнет, но только сладкими каким-то. Я вот хотела как-то больше свежести от этого аромата. Вот как в Софнере был бы он, вообще был бы класс. А так действительно пахнет мандаринками, но очень сладкими. Мандаринками, замиксованными с сахаром. Но действительно мандаринки. Слушайте, в этом году вообще Фаберлик исправляется. В том году мне ни один из новогодних гель для души не понравился. Крайне неудачные ароматы. Фу-фу-фу. Прикольно, слушайте, правда, пахнет мандаринами. Здорово. Аромат не ярко выраженный, средний, но не слабенький. Пригодится. И хорошо, что он очень густой. Он вообще практически как желе. Так, и последнее, по-моему, что вам покажу, да, девчонки, это новинка в линейке InfoW. Очищающие полоски для носа. Четыре штуки у нас здесь в упаковке. Артикул 0438. Идаляю черные точки, предупреждает появление комедонов. Сужение фу, арматирует. С ума сойти, не встать. Четыре вот таких упаковочки внутри. Мы с вами в следующем видео обязательно сделаем эти полоски и посмотрим, как они справляются со своей задачей. Сейчас откроем, посмотрим, как они выглядят. Ну, в принципе, смотрите, они черные с другой стороны. Ничего себе. А с этой белой ткани, тканевая такая поверхность и есть надрезы. Есть надрезы вот посередине. И вот тут вот с краю, вот тут вот по краям есть надрезы. То есть, смотрите, молодцы, додумались. Если прошлые полоски в молодежной линейке Клиарскин, поправьте меня, если я ошибаюсь, то есть была полоска цельным куском, и когда лепишь на нос, немножко вот кое-где топорщилась. То есть здесь они уже сделали надрезы. Я вам сейчас покажу поближе. Смотрите, девчонки, вот видите эти надрезы? Вот с другой стороны. И благодаря этим надрезам, мне кажется, будет очень комфортное прилегание, да, нос. И вот это вот место, да, Т-зона. Будем с вами обязательно тоже тестить. Посмотрим, насколько они хорошо работают и вычищают наш нос. Интересно, а такие продукты люблю. Те прошлые полоски мне нравились и действительно крутые. Прям супер. Так, ну и все, вроде мои хорошие. На этом видео свое заканчу. Впереди будет еще один интересненький заказик. Там у нас уже будет палеточка с тенями. Будем с вами ее свочить, тестировать. Может, макияж даже сделаем с ней. Потому что отзывы совсем противоречивые. Кто-то делает макияж, прям хвалит, нахваливает. Кто-то говорит, что дешманская китайская палетка. У меня есть палетки из Китая. У меня есть с чем сравнить. Будем с вами сравнивать. Посмотрим на пигментацию и так далее. Ну и все, мои хорошие. Надеюсь, мое видео было вам интересно и полезно. Если так, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok